Железнодорожный вагон масса 60 тонн движется со скоростью 1 метр в секунду. Сталкивается с неподвижным вагоном, масса которого 40 тонн и сцепляется с ним. Какова скорость вагона после сцепки? Для начала запишем данного. Масса первого вагона 60 тонн. Переведем систему СИ. 6 на 10 четвертый килограмм. Скорость первого вагона В1 1 метр в секунду. Масса второго вагона 40 тонн. Сразу переведем систему СИ. 4 на 10 четвертый килограмм. Скорость второго вагона В2 равняется нулю. Найти скорость после взаимодействия. Ум. Терезнодорожный вопрос. Сделаем схематические рисунки. Первый вагон М1 едет со скоростью В1. Второй вагон М2 стоит. После взаимодействия наши вагоны сцепляются и едут вместе в одном направлении. Выберем направление оси УХ вправо. Запишем основное уравнение для импульса. Импульс равен масса умноженная на скорость. Запишем закон сохранения импульса. П начальное равняется П конечному. П начальное. Начальный импульс будет равен сумме всех импульсов в начальный момент времени. Импульс первого тела это М1В1. Будет со знаком плюс, так как у нас направление движения совпадает с направлением оси УХ. Плюс М2. М2В2. Здесь не принципиально какой знак поставим, потому что начальная скорость В2 равняется нулю. Следовательно, начальный импульс равняется М1В1. П конечное. В конце у нас два вагона сопляются и двигаются вместе. Следовательно, их масса М1 плюс М2 умножить на скорость У. Так как у нас импульс начальный равняется импульсу конечному, отсюда сделаем вывод, что М1В1 равняется М1 плюс М2 умножить на скорость У. Выразим отсюда скорость У. У равняется М1В1 деленное на М1 плюс М2. Отставим сюда значение и найдем результат. В результате получается 0,6 метров в секунду. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.